Какая-то экономическая жизнь течет? Конечно, непременно восстановление произойдет. Но не это главная проблема нашей экономики. Нас все время пугают возвращением 90-е, полной разрухой, угрозой голода и прочими проблемами, но на самом деле не в этом проблема российской хозяйственной системы. На самом деле даже голод, если посмотреть на историю нашей страны, не случался с послевоенных лет. Все-таки индустриализация сельского хозяйства, механизация в годы коллективизации сделала свое дело, и производительность труда в этой сфере достаточно, чтобы обеспечить людей хотя бы каким-то самым основным набором товаров и услуг. Проблема заключается в другом. Она сводится к тому, что уже долгое время наша страна не развивается во всех смыслах этого слова, не растет экономически, не повышается уровень заработной платы, не растет уровень жизни населения. Такие значимые вещи, как здравоохранение, образование, социальный сектор становятся все менее доступными, и это выражает накопление нашей экономической, социальной и технологической отсталости. И вся проблема, в моем понимании, заключается в том, что эта отсталость продолжит накапливаться. Ну, достаточно посмотреть на то, как наша экономика существовала в последние 30 лет. Вроде бы в ней были и фазы спада, и фазы роста, и бурный рост 2000-х, который сформировал в нашем обществе такой некоторый пиетет и уважение к власти, которое может все-таки обеспечить экономический рост. Ведь на самом деле в сухом остатке за это время наша экономика выросла, дай бог, на 18%. 18-20% ВВП за 30 лет — это меньше 1% в год. За это же время мировая экономика выросла в разы. Мы все эти годы все в большей степени отставали от среднего состояния и развитых стран, и на самом деле развивающих. Посмотреть, в каком состоянии находился Китай 30 лет назад, и в каком состоянии находится он сегодня. То есть он все это время развивался экономически, политически, культурно, расширял сферу своего влияния в мире. У нас же все процессы идут на спад. Сужается сфера политического влияния России в мире, снижается роль русского языка, снижается роль русской культуры. Все это говорит о том, что Россия все в большей степени скатывается на периферию мировой экономики. Это главная проблема. В этой периферии мы можем прозябать сколько угодно долго, и при этом не ощущать таких вот тяжелых последствий кризиса, связанных с высокой смертностью, с гигантской безработицей. Нищетой повальной, каким-то абсолютным голодом. Этого может и не случиться, потому что все-таки мы получили богатую инфраструктуру в наследство от Советского Союза, продолжаем ее эксплуатировать, и она нам позволяет оставаться на плаву. Но она не позволяет нам уже получать достаточные источники развития в плане того, чтобы догонять развитые страны современного мира. Достаточно посмотреть на такие показатели, как доля зарплат в добавленной стоимости в российской экономике. Ведь на самом деле все мы создаем какой-то продукт, который формирует российский ВВП, однако из него мы получаем только 50% в виде заработной платы. Это очень немного в сравнении с западным миром. В той же Франции работник получает 65% из созданной им стоимости, и это формирует богатый внутренний рынок, богатое население, которое нужно не только с точки зрения такой морально-этической, когда вот мы живем лучше, и от этого получаем удовольствие. И как бы меняется наше восприятие мира вокруг нас. Очень богатое население, широкий внутренний рынок очень важен для обеспечения устойчивого развития экономики. Вот посмотрим на современный Китай, да и на современную Россию. В условиях пандемии возникают большие проблемы, связанные с тем, что ориентация на внешний мир, на экспорт, наносит удар по экономике в том случае, если на мировых рынках возникает ценовая волатильность. Достаточно посмотреть, как вела себя нефть в последние десятилетия. 120 долларов за баррель и 12 долларов за баррель случались и такие ситуации. При этом страны, которые продают продукцию с высокой добавленной стоимостью, этих проблем не испытывают. Станок не может вчера стоить 1000 долларов, а завтра 80. Он всегда относительно устойчив, в цене волатильность значительно ниже. Более того, если в мире снижается спрос на наши основные продукты, а это полезные ископаемые в первую очередь на 70%, мы не можем компенсировать внешний рынок за счет внутреннего рынка. Кстати, у Китая похожая проблема, там тоже бедное достаточно население, то есть доля потребления домохозяйства в ВВП низкая. И значит, такая страна, она обречена на то, чтобы в этом мире, в этой бурном потоке мировой экономики выступать в роли и такой щепки, которая вынуждена ждать, куда ее занесет стихия. И не имеет никакой собственной экономической субъектности, достаточной независимости и самостоятельности. Это, конечно, влияет и на политические расклады в стране, потому что эта вся ситуация, она выгодна определенной части российского общества, крупным российским собственникам, инвесторам, которые заинтересованы максимальной консервацией этих отношений. На самом деле, вот даже возникают такие аналогии, наверное, с Россией начала 20 века. Мы попадаем в ту же проблему, когда российский правящий класс, вот эта российская буржуазия, она не может и не хочет выступать источником прогресса. Она заинтересована консервацией своей такой периферийной, паразитической, посреднической роли, когда она выступает лишь посредником в продаже российских ресурсов за рубеж и не заинтересована в переменах, не заинтересована в прогрессе. Поэтому все заявления о том, что мы сегодня примем какую-нибудь хорошую реформу или сменим премьер-министра и завтра заживем, это наивные суждения, потому что фундаментальные классовые интересы остаются незыбливыми. Покуда собственность в нашей стране преимущественно концентрируется в руках небольшой части населения, то мы будем вынуждены смириться с тем, что интересы этой небольшой социальной группы являются господствующими интересами, определяющими интересы экономические всей страны. И отсюда получается, что под все обещания и заклинания о создании, сколько там обещали, 25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест, о расширении инвестиций в науку, образование, поддержке системы ЖКХ, борьбы с неравенством, все это остается лишь благими пожеланиями. Почему? Потому что это противоречит фундаментальным интересам российского правящего класса. А именно он является истинной властью, и в его интересах принимаются все экономические решения. Отсюда вывод здесь такой, может, я несколько ушел от того, что первоначального вопроса, но все обещания о хорошей жизни, вообще все политические заявления нужно рассматривать с позиции интересов тех или иных классов. Я фактически перефразировал Ленина, который то же самое говорил буквально 100 лет назад. Разыскивать интересы в социальных классах надо за этими заявлениями. Ну а покуда у нас вопрос собственности остается незыблемым, покуда наша власть гарантирует итоги приватизации, гарантирует сохранение собственности в руках небольшой группы олигархов, приближенных к власти, в никаких переменах, фундаментальных переменах в нашей жизни даже и мечтать не стоит. Ну, конечно, ради что самоуспокоение, какой-то психотерапии, которые позволяют просто, ну, немножко вынырнуть из этого болота всеобщей апатии, можно заниматься самоубеждением, но, естественно, к реальным переменам и прогрессу в нашей жизни такие обещания не приведут. Ну, опять же, я сказал, что рост непременно случится, потому что после резкого падения всегда происходит отскок. Значительный отскок или слабый, вот, как я говорил, экономика наша в 90-е годы обвалилась в два раза в 90-е годы с точки зрения объема ВВП, потом отскочила, но самое главное, что восстанавливалось до уровня позднесоветского, она еще аж до 2013 года. То есть, по сути дела, вот этот бурный рост 2000-х был ростом восстановительным. То есть, на самом деле, в реальном выражении уровень жизни населения не рос, он просто догонял потерянный уровень конца 80-х. И только после 2012 года начался небольшой прирост, который, на самом деле, составил лишь незначительные величины относительно общемирового состояния. То же самое и с уровнем жизни населения. Ну, во-первых, надо иметь в виду, что уже 6 лет подряд реальные доходы населения падают. Это выражается и в падении потребительского спроса, и выражается в ухудшении структуры потребления граждан, увеличении кредитной нагрузки на население. Все это, естественно, ухудшает качество жизни, и изменить эту ситуацию за один раз невозможно. Тем более, что пандемия, и мировой кризис, и негативная динамика развития российской промышленности говорят нам о том, что материальных предпосылок к этому нет. Государство может смягчить эту ситуацию через благоприятную социальную политику. У общества есть на это колоссальный запрос, и государство делает такие популистские шаги в этом направлении. Ну, например, недавнее введение якобы прогрессивной шкалы подоходного налога, когда это уже такая витающая в воздухе идея уже, наверное, полтора десятилетия, президент снизошел до того, что ввел дополнительные копеечные 2% пункта на сверхбогатых, что принесет бюджету какие-то немыслимые 60 миллиардов рублей, что, конечно, копейки в сравнению с общим его объемом, 35 триллионов против 60 миллиардов, это просто несерьезно, а тем более все это было в такой красивой упаковке, что деньги пойдут на лечение больных детей. Но, вообще-то говоря, на лечение больных детей мы платим налоги социальные, есть гигантский фонд медицинского страхования, с которого мы отдаем значительную часть зарплаты, ну, руками работодателя он за нас платит эти социальные взносы, но деньги мы эти направляем в государство, и почему они сегодня не используются на эти цели, непонятно, почему для решения такой фундаментальной задачи предлагается проводить такие популистские инструменты. Значит, также, вот все-таки возвращаясь к вашему вопросу, можно ли решить такую проблему быстро? Ну, вообще говоря, можно было бы даже в нашей ситуации решить эту проблему, но для этого нужно фундаментально пересмотреть государственную политику с точки зрения пропорции классовых интересов. Надо непременно, ну, иного варианта нет, прижать российских олигархов. Каким образом? Обложить их дополнительным налогом, потому что даже тот интересный момент, связанный с прогрессивной шкалой НДФЛ. Вы думаете, это коснется какого-нибудь Дерипаски или Потанина, кого-нибудь еще не коснется, потому что они получают дивидендный доход. А налог с дивидендов у нас 13%, и на самом деле даже социальных взносов с дивидендов они не платят. То есть вообще у нас интересно тоже, социальные взносы, зарплат, они имеют регрессивную шкалу. Чем больше доход работника, тем меньше с него отчисляются платы в социальные фонды. А самые богатые вообще освобождены от этого, потому что с дивидендов такие отчисления не взымаются. Можно было бы ввести и налог на роскошь, и повышенную, и более серьезную, прогрессивную шкалу подоходного налога, освободить от налогов наименее защищенную часть общества, а это 20 миллионов человек сегодня за чертой бедности живущие. Надо изменить участие государства в экономике, усилить его, несмотря на то, что нас призывают к либерализации и приватизации, как недавно сказал Кудрин. Но если государство проводит такую политику, значит оно расписывается своей беспомощностью, оно умывает руки и уходит из экономики. А во всем мире ситуация ровно противоположная. У меня такое ощущение, что представители нашей правительства несели какой-то отцепленный вагон и мыслят такими понятиями конца 70-х. Знаете, в такую вот эпоху, когда неолиберализм только вступал в свои права, и было модно проводить либерализацию, снижать роль государства в экономике, вот что проводили Рейган и Тэтчер. Но сегодня всем понятно, что в условиях затянувшегося кризиса еще с 2008 года за государством сохраняется ключевая роль инициаторов всех экономических процессов, и поэтому видим, что во Франции доля бюджета в ВВП 55%, а у нас 34%. И говорят, что у нас государственная экономика, а вот во Франции нет. Как раз там через бюджет распределяется большая часть ВВП, там гигантский налог на сверхбогатых, там всякие формы поддержки через пособия по безработице, через разные формы социальной политики. Это ведь нужно для того, чтобы сглаживать социальные расслоения, и чтобы, самое главное, поддерживать внутренний рынок. Социальное расслоение, оно плохо не тем, что оно аморально, хотя действительно абсурдно в такой богатой ресурсами стране иметь сверхбогатых и нищих людей, которые вынуждены побираться, чтобы обеспечивать себе хоть какое-то потребление. С экономической точки зрения неравенство – это то, что подрывает экономический рост, то, что мешает создать достаточный спрос на товары. Отсюда и недостаток инвестиций, отсюда и низкое качество продукции, низкая конкуренция среди производителей, потому что низкий спрос. Низкий спрос непременно будет выступать тормозом экономического роста. А главным источником спроса являются наемные работники, простые люди, которых большинство, которых 90% в нашей стране. Поэтому, как ни крути, для обеспечения экономического роста необходимо начать с повышения доходов граждан, как бы банально это ни звучало, через разные инструменты, в том числе через снижение неравенства. Но, как показывает наше государство, оно максимум готово на какие-то небольшие подачки в виде 10 тысяч рублей семьям с детьми, и то только в тех условиях, когда во всех странах мира принимаются такие меры, как бы просто неприлично как-то экономить бюджетные средства и отказывать людям в таких выплатах, но вот тогда они готовы нам какую-то подачку кинуть. Но это, конечно, несерьезно, особенно в масштабах той экономической помощи, которая оказывается государством в Соединенных Штатах, в Европе. Там оно измеряется триллионами долларов, а у нас там несколько процентов от бюджета, уже большая проблема на это выделить. Отсюда все, опять же, упирается в те самые классовые интересы. Для того, чтобы обеспечить экономический рост, в нашей стране просто нет иного пути, как заняться инструментом перераспределения. То есть изъять избыточные доходы у сверхбогатой части общества, которая не самым честным трудом их заработала, и распределить в пользу большинства трудящегося населения, не обязательно в форме раздачи, а через разные формы социальных программ, социальной политики. И это бы запустило нам экономический рост, это бы позволило, наконец, решить проблему экономической, политической отсталости и, главное, ее накопление, что является, наверное, главной проблемой для современной России. Ну, ничего хорошего, понятное дело, потому что наши, даже если брать самые простые вещи, такие как кредиты, выданные государством по относительно льготным ставкам предприятиям, то для того, чтобы их вернуть, необходимо вновь запустить экономический оборот, продавать, создавать добавленную стоимость. Если вторая волна кризиса все-таки случится, и Россию опять посадят на самоизоляцию, конечно, волна банкротств будет значительно больше того, что произошла в первую волну, потому что тогда еще какой-то накопленный жирок у предприятий был, сегодня его уже просто нет, физически нет. Поэтому, конечно, за этим последует большая безработица и другие проблемы. И я думаю, именно по этой причине наше государство не пойдет на вторую волну изоляции, как, собственно, не пошла, например, Белоруссия. Все посмеются на Лукашенко, мол, он такой дурачок, не понимает, что такое коронавирус. А на самом деле там неглупые люди в правительстве сидят, понимают, что для белорусской экономики, которая в полной мере зависит от российской, остановка производства на продолжительный срок означала бы массовую безработицу, обнищание населения. И уж лучше так пережить этот кризис, да, там, с болезнями, со смертями, но уж никуда не деваться, чем остановить экономику и получить полный экономический коллапс. Поэтому я думаю, что что-то похожее будет у нас. Однако это все равно не защитит Россию от влияния пандемии. С чего мы начали сегодняшний разговор? Это сильная зависимость России от внешних рынков. Волатильность цен на нефть, что бьет по российской экономике очень серьезно. То, что сегодня нефть стабилизировалась вокруг каких-то относительно приемлемых значений для нашего бюджета, вовсе не означает, что завтра спрос на энергоресурс опять не упадет, и мы не получим новые 12 долларов за баррель, как это было в апреле этого года. А, соответственно, все, что ниже 42 долларов за баррель, все означает недофинансирование российского бюджета и сокращение тех резервов, которые удалось накопить. Ну и, соответственно, поскольку многие страны уже начали прибегать к механизмам самоизоляции, вот Израиль, там еще ряд стран, то, вероятнее всего, такая волна будет распространяться и на другие страны, спрос на энергоресурсы упадет, и низкая цена на нефть вновь ударит по российской экономике. А значит, по бюджету, значит, мы вновь придем к политике жесткой экономии. Ничего лучше, чем такой вот простой же примитивный неолиберальный инструмент наши монетарные власти и правительство не освоили. Хотя, конечно, в современном мире современная экономическая теория предлагают куда более изящные механизмы борьбы с кризисом. Например, уже давно известно, что наращивание внутреннего долга не является обременительным для экономики в случае, если такая необеспеченная эмиссия выступает инструментом борьбы с кризисом в условиях резкого спада. Нет ничего зазорного в том, чтобы нарастить эмиссию рубля и эмиссионным образом насытить предприятие дешевой наличностью, нарастить государственный долг и тем самым запустить экономический рост. Будущую избыточную денежную массу, которая появится после того, как экономика войдет в стадию роста, можно изъять через изменение налоговой ставки. Это все уже известно, это опробованные инструменты, однако такое ощущение, что наше правительство действительно сидит в отцепленном вагоне и мыслит категориями 50-летней давности, как будто бы не могут достать новых учебников по экономической теории и подчеркнуть оттуда свежих идей.